Добрый вечер, Ратмир. Всего пару дней осталось до наступления календарного лета, и даже неустойчивая погода в этом году с ее катаклизмами, которые пережили многие регионы, не остановит тех, кто запланировал свой отдых. В сезон отпусков основная нагрузка, естественно, ложится на перевозчиков. Пассажиры, поток вырастает в разы, и от того, как люди доберутся до долгожданных курортов, а потом вернутся домой, во многом зависит все впечатление от отпуска. И основным транспортом, особенно для внутреннего туризма, конечно, становятся железнодорожные перевозки. Готовы ли они к лету? Обсудим сегодня. Я Сергей Гегель, в эфире ток-шоу «Итоги», и мы начинаем. Итак, лето уже на низком старте, и билеты на все туристические направления расходятся, как горячие пирожки. Кто, в силу разных причин, не приобретает ЖД-билеты заранее, может остаться без них и добираться более дорогими авиалиниями. Но и те, кто предпочитает отдыхать на родине в Казахстане, а в Казахстане действительно есть где отдохнуть, снова могут столкнуться с разными дорожными приключениями. А ключевые или даже системные проблемы у Казахстан-Тимиржалы и пассажирских перевозок из года в год остаются одни и те же. Во-первых, износ инфраструктуры и локомотивов, как следствие непрекращающийся ремонт дорог и систематическое опоздание из-за этого поездов. И это общепризнанный факт. Более половины железнодорожных путей и локомотивов страны устарели. Во-вторых, устаревший вагонный парк, а это влечет за собой низкий уровень сервиса. При этом цены на билеты растут ежегодно, а уровень обслуживания на большинстве маршрутов остается очень низким. Как заявили недавно в КТЖ, за этот летний период планируется перевезти свыше 4 миллионов пассажиров. Для этого будут созданы дополнительные маршруты, а также обещают организовать интермодальные, то есть так называемые смешанные перевозки внутри страны с использованием других видов транспорта в поездке. Так насколько готов обслужить казахстанцев этим летом железнодорожный транспорт, какие проблемы стоят перед отраслью и как их решить, мы обсудим сегодня в этой студии вместе с экспертами. Но присоединяйтесь к нашей дискуссии и вы, уважаемые телезрители, сделать это просто, написав нам на WhatsApp или же дозвонившись к нам в прямой эфир номера телефонов, вы сейчас видите у себя на экране. А еще вы можете принять участие в голосовании и ответить на вопрос, вас устраивают пассажирские перевозки в Казахстане? Просто наведите ваш смартфон на QR-код на экране и пройдите по ссылке. Голосуйте, комментируйте и задавайте ваши вопросы. Ваше мнение важно. Я же представляю наших гостей. Сегодня на студии Ажар Сыгандыкова, депутат мажориста парламента Казахстана, Серик Кусаинов, заместитель председателя комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Казахстана, Саджан Узбеков, начальник управления пассажирских перевозок комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Казахстана, и Женебек Тайжанов, председатель правления Акционерного общества пассажирские перевозки. Спасибо, что пришли. Вам всем добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с того, какие дополнительные маршруты появятся этим летом. Я полагаю, в основном по направлению облюбленного места, это, наверное, Алаколь. Вы правильно? Все верно, Сергей, да. Ну, помимо тогда, давайте, вот, есть Алаколь, есть еще что-то. Хорошо. Ну, в целом, я бы хотел сказать, что правильно вы отметили, что на этот год пассажирские перевозки, именно на летний период, предполагает и рассчитывает перевозку людей порядка 4 миллиона человек. Это вот много или мало 4 миллиона? Если сравнивать с прошлым годом, 3,8 миллиона в прошлом году. То есть на 200 тысяч вы хотите больше? На 200 тысяч хотим больше. Мы в прошлом году, это мы говорим про показатель трехмесячный. В целом, летние перевозки, это тот показатель и тот критерий для нас, как национального перевозчика, за лето будет видна наша настоящая работа. Потому что лето, это именно пик и сезон спроса. Все остальные месяцы, это практически, ну, идут спады. И в этом году мы планируем перевезти порядка 4 миллионов пассажиров. В соответствии, также вот недавно было поручение по поручению правительства, премьер-министра. Мы уже анонсировали и говорили, что мы запускаем 12 дополнительных поездов. В основном эти поезда будут направлены на развитие наших туристических направлений. Это направление Алакаль. Если брать в целом по Казахстану, на сегодняшний день наша маршрутная сеть, она в целом покрывает все вот наиболее значимые туристические места по крупным городам. Большой акцент мы делаем на Алакаль. Почему? Потому что эту работу мы проводим уже на протяжении трех лет. Мы постоянно собираемся под эгидой министерства, также с участием туроператоров, турагентств. И каждый раз обсуждаем и вырабатываем, какие есть предложения, какие есть проблемы для того, чтобы это устранить. В этом году на озеро Алакаль, по нашему прогнозу, мы перевезем порядка 270 тысяч пассажиров. В прошлом году мы перевезли 254. Я, насколько помню, даже в прошлом году были трудности с приобретением билета. То есть даже заранее уже невозможно было билет купить. То есть спрос большой. Спрос большой. Но увеличивает себя как-то с неохотой, мне кажется. Но это, если тогда уходить в структуру этого вопроса, мы должны понимать, и мы не раз об этом говорим, что на сегодняшний день парк пассажирских вагонов, АО пассажирской перевозки, он составляет 2151 вагон. В летний период этим парком мы не можем обеспечить и вывести все население. Для того, чтобы мы исключить тот факт дефицит билетов, чтобы обеспечить всех наших пассажиров, наш парк должен состоять порядка 3000 вагонов. При этом компания постоянно проводит, благодаря правительству, опять же, работу по обновлению и закупу вагонов. Как вы знаете, обновление закупок. Но, вроде, каждый год закупаете, а все равно 2200, как было, так и остается. Да, остается примерно то же количество. Но в этом году то, что будет на Алакаль, как мы и говорили, и вот учитывая те проблемы, которые были в прошлом году, позапрошлом году, в этом году, в 12 маршрутов, которые мы организовываем, новые, это будут свежие вагоны, и вагоны все будут 100% с системой кондиционирования. Это была одна и такая проблема, постоянно, которая возникает, и в этом году мы ее 100% закрываем. Но не покрываете весь спрос. Но не покрываем весь спрос, да. Вот это, наверное, самое главное. Почему? Вроде бы заинтересованы все стороны в этом. То есть государство, в первую очередь, от этого выигрывает. Развивается внутренний туризм, развиваются наши туркомпании, то есть на местах развивается сервис. То есть такой большой мультипликативный эффект. Я бы хотел добавить, Сергей, здесь еще есть момент. В этом году, как вы знаете, в направлении Алакаль со стороны Алматы уже достроена автодорога. То есть мы видим, что часть пассажиропотока, она может уйти автотранспортно. И в этом году, если сравнивать с прошлым годом, аэропорты, которые были на Ушарале и Урджаре, они уже 100% работают. В прошлом году они... Понятно, но все-таки более бюджетный отдых, это получается поехать поездом, не нагружая себя той же дорогой, к примеру, даже если дорога хорошая. То есть я, говорю, предпочту отдыхать поездом. То есть поехал и отдохнул. Все. То есть уже голова как-то не забивается тем, что нужно тебе рулить там ехать, устанешь с дороги там. Вот, уже сел, там ночь, грубо говоря, поспал и приехал на место. Вот так вот. Здесь надо понимать, что приобретение вагонов, в целом обновление парка подвижного состава, да, это вопрос очень капиталоемкий. Перевозки пассажиров — это социально значимое направление. Соответственно, здесь основная цель не коммерческая, не заработать на этих средствах, да, получается, на этой деятельности, а больше оказать услугу — это в рамках поддержки государства. Соответственно, сейчас вот Жаню Южимович верно отметил, в этом году это рекордный запуск поездов направления Алакры. До этого никогда не было столько поездов назначением на курортную зону Алакры. И сейчас по поездам, сейчас вы, наверное, слышите, у нас ремонтные работы идут, мы до 100 моментов вторые пути строим. Здесь, а также это один путь же для пассажирского и для грузового движения. И его максимально как бы постоянно увеличивать тоже. Секундочку, мы начинаем уже переходить с одного на другой. Я к тому, что почему, вы говорите же, почему нельзя увеличить количество поездов? Вот потребность, чтобы полностью закрыть. Это первое, нехватка парка. Это исходит от того, что это очень, как я отметил до этого, капиталоемкий вопрос, и нельзя вот так просто взять и для этого... Я же говорю, это мультипликативно идет. Да, теперь второе, смотрите, есть такое понятие размер движения определенного участка. Соответственно, у нас назначением на Алакры, это китайское направление, это здесь также курсируют грузовые поезда. Соответственно, нам необходимо учитывать инфраструктурную возможность участка, сколько он может пропускать вместе с грузовыми, пассажирскими, рабочими поездами, учитывая вот это. А у нас именно в главном ходу, в Моинте-Достах, сейчас вторые пути строятся. Соответственно, здесь ремонтная бригада работает. И техника, которую строят именно непосредственно, сейчас строительный сезон же, и непосредственно здесь строительные работы ведутся. Поэтому здесь не бесконечно увеличить количество поездов мы не сможем. Но не бесконечно, а почему? Да, но это я хочу еще раз отметить, что в этом году, то, что Жанна Миша озвучила, это этот год рекордный показатель. До этого каждый год было там 8-7 поездов. Но спрос-то есть. Да, спрос есть, мы понимаем, вот части спроса, да, спрос есть, это мы понимаем. Для этого, вот, как Жанна Миша говорил, работы по обновлению, налаживание новых маршрутов, это постоянно идет. Хорошо. У нас, мне сейчас подскажут, что у нас есть дозвонившийся. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, кто вы, откуда звоните, с каким вопросом? Я, остальные, я звонил. Ага. Вот, не можем найти, вот, 10 уже, я второй день ищу, нету билета. Во-первых. Во-вторых. Какое направление у вас? Знает. А? Какое направление? Да, даже в Алма-Асу я в 2 раза, вот, на юг не могу билеты найти. Вот, зависит от меня, например, с 6, 7, 8, нету билета, до 17, до 21 числа нету билета. Кстати, да, вот, больной вопрос, потому что на юга почему-то у нас всегда люди добираются, вот, с чем это связано? Ну, население вообще постоянно встает вопрос. В КТЖ министерство постоянно отчитывается о том, что они увеличатся пассажиры поток, увеличат, закупают вагоны. Но на деле мы, как потребители, не видим ни новых вагонов, ни увеличения потока, потому что бесконечная нехватка билетов, бесконечные толпы встречающих, провожающих на вокзалы, которые в поиске за билетами, носятся между кассами. Я сама недавно проехала на поезде, вот, так как камень в огород новых вагонов, проехала, решила проехаться на поезде до Павлодара, села в поезд, ребята, что, тараканы в купе? Я испытала такой шок, что я вообще, не тальга, фирменный поезд Туркестан-Павлодар, 45-46, там тараканы, там дуют из всех щелей, запах, извините, в туалет просто даже страшно было зайти. И ехала и не одна, ехали люди, которые тоже с этим ужасом говорили о том, что закроешь форточку, холодно откроешь форточку, дуют, какие кондиционеры? Давайте мы сейчас это обсудим. И все-таки, почему такая проблема с югами? Там же население очень большое, почему нельзя вот как-то трафик вот этот рассчитать? Основной поток перевозки пассажиров на сегодняшний день это между городами-миллионниками Астана, Алмата, Шимкент. И на сегодняшний день этот же, я грубо говоря, треугольник, это направление, на этом направлении также сосредоточено и большое грузовое движение. Как вы знаете, вот если посмотреть итоги отчеты, у нас показатели по грузовым движениям, они тоже выросли. То есть, правильно ли я с понимаем, что приоритет отдается грузовым? Сейчас я можно продолжу. Приоритет всегда идет пассажирским поездам. Это даже прописано на законодательном уровне. При формировании графика движения поездов, в первую очередь, всегда накладываются пассажирские поезда. После этого уже идут грузовые поезда. В отношении того, что отсутствуют билеты. Да, эта проблема есть. В летний период, я еще раз говорю, эта проблема, она будет всегда причиной тому, что не хватает парка пассажирских вагонов. Вот сейчас Ажар Бахитовна сказал в отношении того, что покупаете вагоны, обновляете, но мы это не видим. Здесь второй момент, то что на сегодняшний день мы обновляем подвижной состав, но при этом у нас идет исписание старого подвижного состава. Если брать прошлый год, в прошлом году мы списали 250 вагонов. В этом году 60, в следующие 70 и в 26 году у нас под списание попадает 260 вагонов. А можно сразу сказать, вот 260 вагонов, это сколько составов пассажирских, чтобы понимать? Среднее разделить на 16, вот сколько получается, 10, 15 составов, да. Ну, есть составы и в определенных направлениях под до 20 вагонов мы увеличиваем, ставим. Но вот эта проблема есть, основная проблема. Теперь, я хотел что еще дополнительно сказать, и вот то, что сейчас звонил, наш, может наш пассажир, или не наш пассажир. Но потенциальный ваш пассажир. Нет, ну, здесь еще надо тоже отметить, я бы хотел до вас довести, о том, что на рынке пассажирских перевозок, к рынке Казахстана, присутствуем не только мы. Кроме нас есть еще 14 частных перевозчиков. На сегодняшний день 72 процента, если брать всех маршрутов по Казахстану, это закреплены за нами, национальным перевозчиками. И 28 процентов, это 31 маршрут, обслуживают частные перевозчики. И в направлении юга, с севера тоже есть частные поезда. Ну, конечно, подсказываю, что у нас еще один дозвонившийся. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, откуда вы звоните и с каким вопросом? Я с пол меня зовут, с остальной я звоню. Сам не раз пользуюсь перевозками, да, или на дорогу, ну, езжу, имеется в виду. Понятно. Меня волнует опоздание поезда. Часто опаздывают на два и более часов. А вот в какой момент, вот, летний период или все-таки зимний? И в летний было, и в зимний было у меня, это не раз было, поэтому я, бывало, что я даже на 6 часов опаздывал. То есть, в Астану поезд опоздать на 6 часов, ну, в столицу я, я это, как бы, для меня это как бы непривычно. Я даже, наверное, предугадываю, что вы опоздали на старый вокзал. Нет. На новый? На новый вокзал. На новый вокзал именно опоздал. И не раз. Бывало, на 2 часа опоздал, бывало, на 1,5 часа. Потом билетов не найдешь. Вот я недавно вот искал билеты на июнь месяц, за месяц я искал, и не было билетов в Тарас. Ну, опять же, юга, да? Для матери я искал билетов, не было билетов в Тарас за месяц. И еще одна проблема. Грязное белье. Получаешь, вроде, в упаковке распаковываешь, а там жирная, постель, волосы и все такое. А давайте, чтобы для понимания, каким мы поездом, вот номер поезда знаете или нет, чтобы это частный перевозчик или все-таки это КТЖ? Разные поезда были, Сергей. Ну, чаще, чаще, вот, грубо говоря. И алматинские поезда. Нет, номер поезда можете сказать? Вот так, как считал, например, был. Вообще, вот эти вот, я думаю, старые вагоны уже давно пора убрать. Мы сейчас, тем более, выпускаем сами новые вагоны, и до сих пор ездят вот эти советские вагоны старые. Угу. Что ж, большое спасибо. Вопрос понятен. Самое такое острое у нас в населении, которое обсуждает, это вот постоянное опоздание. Постоянное опоздание. И, скорее всего, Сергей Куанышич подтвердит, то, что жалобы, наверное, с этим больше всего и связаны, что опаздывают поезда. Что зимой, что летом. То есть, летом вы сейчас говорите, что да, вы модернизируете пути, идут ремонтные работы. Зимой что происходит? Зимой, я вам, например, скажу, если брать первый квартал этого года, опозданий не было. Если вернуться на 23-й год, конец, это четвертый квартал зимы, вы помните, были очень сложные метеорологические условия. Например, то, что сейчас пассажир говорит о том, что на 6 часов задерживался. По Жамбылской области был введен режим ЧС. Когда у нас там встало порядка 20 составов вагонов. И стояли они порядка 6-8, даже до 10 часов они представляли. Проблема была в том, что были сильные порывы ветра, оборвало контактную сеть, метель, и очень тяжело шли восстановительные работы. Сергей, я вот хотел вернуться к тому, что вот сейчас вы задали пассажиру простой вопрос. Вы у него спросили, вы каким перевозчиком едете, частным, либо национальным? На сегодняшний день, я вам сразу скажу, вот этот вопрос мы сами постоянно задаем нашим пассажирам. И, к сожалению, конечно, наши пассажиры и наше население, сегодня для них понимание, что перевозчик, который осуществляет перевозку пассажировщиков, он один и один, и это КТЖ. Но кроме нас есть еще и частные перевозчики. Сейчас то, что сказали Казаларда как штаб, это маршрут частного перевозчика. То, что Ажар Бахитовна дала замечание, говорила, в отношении санитарного состояния. Мы, национальный перевозчик, у нас такие проблемы бывают, но я вас могу уверить, не так часто и не так постоянно. Потому что система контроля у нас совсем по-другому выстроена. Есть такие проблемы, я вот вначале говорил, что есть парк. На сегодняшний день в нашем парке 30%, это порядка 580 вагонов, это вагоны свыше 28 лет, это старые вагоны. А может, там все равно воплощадку мистерствуют? Используются и ходят, но большая часть это уже новые вагоны. И зачастую мы сталкиваемся с случаями, мы постоянно отслеживаем. У нас порядка 10 каналов обратной связи. Мы отслеживаем все площадки, на которые поступают. Есть канцелярия, инстаграм, фейсбук. У нас есть колл-центр отдельный, 1433, который постоянно поступает. Я сам лично в фейсбуке писал о проблемах КТЖ, но мне ни разу никто не ответил. Давайте посмотрим, я готов. Можно вопрос сразу к министерству? Мы сейчас нам сказали, что существуют частные перевозчики, о которых мы, в принципе, слышали. Но у меня вопрос тогда к министерству. Когда выдаются, наверное, какие-то лицензии, разрешительные документы на организацию перевозок, неужели потом не существует контроля какого-то? Каким образом частные перевозчики отвечают за то, что они творят в том же КТЖ? То есть для них же должны быть единые правила? Стандарты. Стандарты. Вы абсолютно верны. Разрешите, прокомментирую этот вопрос. В целом, институт частных перевозчиков очень давно работает. То есть с 2005 года первые частные перевозчики именно в пассажирском движении появились с 2005 года. На сегодня мы субсидируем из республиканского бюджета межобластные перевозки. Всего субсидируем 62 маршрута. Из них 15 маршрутов – это частные перевозчики. В том числе это один из маршрутов Кокситового Козлорда, который только что дозвонивший зритель сказал. Это 55-56 поезд, перевозчиком является ТО «Намадос». Теперь коротко объясню о деятельности частных перевозчиков. Частные перевозчики, как получают маршрут. Здесь, как таковой, гослицензии нет, но мы на маршрут открываем тендер. Есть открытый тендер, где участвуют, могут участвовать все. Требования есть, по обновлению требования есть, по персоналу, квалифицированный штат держать требования есть. Чтобы все требования, которые для национального перевозчика и для частного перевозчика, они едины. Но претензии же есть. Да, претензии есть, мы не скрываем. Сейчас вот смотрите, нами в целом частными перевозчиками также ведется работа по обновлению в целом. Это наши требования, когда мы конкурс объявляем. Тендер конкурсной документации указываем, сколько вагонов они должны купить. Либо обновить, приобрести и поставить на курсирование. Это обязательные требования есть, по обеспечению доступности для лиц с особыми потребностями. Вот, отдельная тема, вечно билетов нет. И обязательные требования по обновлению, обязательные требования по работе с СМИ. Эти требования есть. Она как контролируется? Как Жаневик Жимаевич отметил, у КТЖ есть ревизионский аппарат. Также такой же аппарат есть у пассажирской компании частных. Но понимая, что это мелкие компании, которые обслуживают один или максимум 2-3 маршрута. У них, как у пассажиров с национального перевозчика, несколько маршрутов нет. Они выиграли 15 всего маршрутов из межобластных перевозок. Теперь нами, Комитетом железнодорожного и водного транспорта, ежегодно проводится обследование поездов на соответствии с требованиями национального стандарта. И на соответствии с требованиями... То есть, когда вы проверяете, вы всегда совсем согласны? Нет, мы штрафы выставляем ежегодно. Выставляются штрафы, ежегодно проверяется не только частная перевозчика, национальный перевозчик также проверяет обследование, проводится на соответствии с требованиями национального стандарта и требованиями договора, который мы долгосрочного субсидирования, который мы заключили. И ежегодно выставляются штрафные санкции, если замечания есть. Давайте, Кулюш, мы заговорили про жалобы. Сергей Кулович, подключайтесь к нашему разговору. Я, насколько знаю, жалоб становится из года в год больше. Какого плана? Я хотел бы сказать, что действительно потребительская культура растет, потребительская взыскательность нашего народа увеличивается. Но цены тоже растут. Да, вот. Я бы хотел сказать, вот, в целом, например, за 2023 год поступило 50 866 обращений потребителей. В общем, на все виды услуг. Например, в 2022 году их было всего лишь 30 167. Имеется в виду железнодорогов? Нет, нет, всего, всего. Я специально подчеркиваю, что, пользуясь случаем, показали, что растет потребительская взыскательность. И наши потребители недовольны. В том числе, если перейти конкретно к этому предмету сегодняшнему, то в прошлом году жалоб потребителей на перевозки, которые мы сейчас обсуждаем, 872 поступило. К нам, в наш комитет, только в наш комитет. В 2022 году их было 763. Да, 763. То есть, рост видите, да. И здесь рост. В этом виде услуг. Хотел перечислить, какие вкратце услуги. Да, да, да. Вы уже сами сказали. Это грязь. Это опоздание. Это основные. Да, опоздание. Потом, некоторые пассажиры грамотные. Указывают конкретно, какие правила перевозок нарушаются. Да, да, есть такие, ну, на персонал жалуются, на грубость, на некомпетентность персонала жалуются. Да, мы специально даже... Ну, у нас два пассажира тоже грубоватые. Мы даже хотели привести сведения и уже за первый квартал этого года. Да, за первый квартал этого года 231 жалоб поступило. А в прошлом году, в этот же период, было всего лишь 110. То есть, в два раза. Да, в более чем два раза. Цифра небольшая, 233 жалобы. Да, ну, я бы хотел немножко чуть пояснить. Вот у нас коллега комитета транспорта присутствует. Вот в прошлом году мы были также вот на передаче, которую выявили. Я помню даже название, если вот сейчас она по-другому называется. А в прошлом году едет поезд запоздалый был. Да, я даже помню название передачи. Но вот эти все жалобы, которые к нам поступают, мы пока, к сожалению, действующим законом о защите прав потребителей. У нас есть статья вторая, что права потребителей и вопросы защиты устанавливаются отдельными законами. Есть закон о транспорте, есть закон о железнодорожном транспорте. Поэтому мы эти обращения, вот у нас коллеги из комитета транспорта есть, мы им перенаправляем и так далее. Но вот по вашим оценкам, смотрите, год прошел, год прошел, да? То есть, какие-то изменения есть или нет? Изменения, вы же видите, жалоб больше становится. Изменений нету, да. Опоздания они так же, как опаздывали, такие... А больше всего жалоб на опоздание или все-таки на грязь, на антисанитарий? Нет, вот я бы вот так вот, у меня с такой статистики нет разделов. Но я просто перечислил, вот какие вот жалобы были, да. Теперь смотрите... Что вы как комитет делаете? Как реагируете? Да, я объясню, да. Сейчас вот в Мажлисе, вот уважаемый депутат знает, мы презентовали, у нас сейчас новая редакция закон о защите прав потребителей, законопроект сейчас рассматривается. И мы планируем, как вот по аналогии, мы вот изучали опыт Турции, других стран известных. И мы хотим базовые принципы системы защиты прав потребителей распространить на все виды услуг, кроме платежных и финансовых, да. Кроме платежных и финансовых, да. Сейчас это как-то поймало. Чтобы, например, понимаете, в чем пассажиры жалуются, многие, что я ничего против не имею, коллег комитета транспорта, что идут отписки. Что как бы они глубоко, это не только на железнодорожный, на авиатранспорт, например, на другие виды услуг. То, что туристки и так далее, что профильные комитеты, ну, как бы глубоко не копают. Не знаю, по каким причинам, да, может быть, как бы все друг друга знают, одна система и так далее. Мы же как бы, например, в Турции госорган по защите прав потребителей, он все виды услуг рассматривает. Несмотря на то, что существуют и профильные госорганы по транспорту, там, по туризму и так далее. Поэтому сейчас вот этот вопрос рассматривается, чтобы мы могли наряду, чтобы мы как бы были как независимые, мы более не аффилированные, да, чтобы вот эту норму депутаты у нас поддерживают. Да, это было поддержано и всеми госорганами, и на межведомственной комиссии, когда концепции рассматривали. Поэтому это как бы, это такой законотворческий такой подход, который, наверное, будет направлен на улучшение этой системы. Наверное, вы даже сами сомневаетесь. Нет, я не сомневаюсь, да, это практика покажет, да, потому что такого не было. То есть на бумаге у нас все хорошо, как всегда. В архстанском законодательстве такого не было, поэтому практика пока, ну, надеемся, что опыт других стран, он и на нашу плоскость ляжет, и в целом оно будет направлено на улучшение системы защиты прав потребителей, конкретно, например, железнодорожных перевозок. Давайте мы вот спрашивали в начале выпуска наших телезрителей, что они думают о перевозках, то есть устраивает ли их все ЖД-перевозки. Попрошу вывести графику, и как ответили наши респонденты. То есть, да, все устраивает 42%, нет, низкий уровень сервиса 41%, нет, дорогие билеты 13% и предпочитают другой вид транспорта 4%. Ну, смотрите, практически паритет, да? Да, все устраивает, и нет, низкий уровень сервиса. Дорогие билеты, пожалуй. Практически паритет. То есть... Ну, это надо смотреть, какое количество аудитория. Не, ну, понятно, да, да. Но, тем не менее, даже с тех, кто ответил, их все устраивает. То есть, вот мы сейчас здесь говорили, там, про жалобы, вот половина практически... Делала свой независимый опрос. У меня все мои подписчики сказали, недовольны. Недовольны. Недовольны, 100%. Женебель Жумаевич. Ну, я бы хотел добавить, да, вот, я неспроста начал свою речь в искательности потребителя. Вот, я же, в предыдущие годы опустился, жалоб потребителя вообще на все было меньше. Но с каждым годом растет. То есть, если у нас, как бы, немножко силы менталитета, у нас потребитель как-то, он недоволен в этот момент был. Ну, время проходит, человек так, наверное, устроен, он забывает, да, он успокаивается. И, ну, времени может нет написать жалобу, да. Но с каждым годом таких людей становится меньше, да. Они хотят все равно достучаться, показать, что их неправа были нарушены, просят обратить те структуры, которые на это могут повлиять. Да, вот я вот это хотел сказать. Женебель Жумаевич, времени тоже очень мало остается, но я хотел бы все-таки спросить. Вы запланировали в этом году запуск мультимодальных перевозок. Не кажется ли вам, что при таких нарушениях, когда систематически опаздывают поезда, это может не получиться у перевозчиков? То есть, те альтернативные транспорты, на которые будут добираться, будь то это автомобили, машины, автобусы, вернее, самолеты, с самолетом вообще проблема будет. Если, не дай бог, поезд опоздал, самолет улетит. То есть, если автобус может вас подождать, то самолет не будет. Очень, Сергей, очень хороший и правильный, самый главный, правильный вопрос. О чем мы сейчас говорим? Вот сегодня компания понимает, что, как я вам сказал, парка не хватает для перевозки всех пассажиров, и компания предлагает и хочет внедрить за три года новые инструменты перевозки. Это инструменты... Но в этом году внедряете уже, да? В пилотном режиме частично мы на определенных маршрутах эти хотим сделать вещи. Но это будут те маршруты, где вы правильно сказали, не там, где идут грузонапряженные участки, где выполняются летние путевые работы, а там, где уже более-менее выполнена работа и нет опозданий в этой части. Теперь я что хотел сказать. Интермодальные перевозки и хабовая система – это вот то новое направление, в котором мы сейчас работаем. Мы уже анонсировали, что в этом году мы подписали контракт и пригласили к нам очень известную компанию. Это немецкие железные дороги Deutsche Bahn. Сейчас они нам оказывают консультационные услуги, и их основная цель – это, конечно, реализация всех процессов, в части того, чтобы наша компания трансформировалась и вышла уже на высокоэффективные перевозки в части интермодальных. И это первое. Второе – это, конечно, высокий клиентский уровень обслуживания. То есть направление совсем будет меняться. От наших экспертов мы ждем, конечно, передачу их опыта, опыта железных дорог как в сервисе, как в маркетинге и в целом трансформации компании. Это сейчас процесс запущен. Мы сами не могли это придумать? То есть нам нужно было позвать коллег из-за рубежа, чтобы они нам навели порядок в поездах? Здесь дело не в порядке. Дело в том, что мы хотим взять хорошую практику. Недорого ли нам обойдется, если учесть, что это все из нашего кармана оплачивается? Это недорого обойдется. Теперь то, что в отношении вашего вопроса. Вы правильно задаете, сегодня эта работа по интермодальным хабовым перевозкам предусматривает объединение и разработки нового расписания с учетом расписания авиационной отрасли, с учетом расписания автомобильной, то есть автобусы. Если брать в целом по Казахстану, 40% это ЖД вокзалов, где рядом расположены автобусные вокзалы. Вот этот тандем, эту увязку и далее с авиацией мы хотим сделать. Смотрите, но все-таки никто не застрахован от каких-то таких случаев. Ураган будет там, буран засыпал, то есть и поезд встал. Что потом? То есть что предусматривает вот в этом случае алгоритм действий компании КТЖ, которые должны меня доставить были, грубо говоря, с севера на запад? В этом случае либо мы организуем дополнительный поезд, вывозим пассажиров, либо ожидаем, если у нас перевозка задерживается. Но поезда туда не ходят, я так понимаю, что с мультимодальной эти перевозки, значит, поезд просто туда не добирается, а добираемся другим транспортом. Да, другим транспортом, альтернативным транспортом. Да, но самолет улетел. Нет, вы сейчас сделали ситуацию, смоделировали, когда вы сказали ураган и нет возможности выехать. Если такая критическая ситуация, никто никуда не выйдет, только альтернатива это железнодорожный транспорт выйдет. Авиация, автомобили, дороги закрыли. И многое, оно может в Караганде быть ураган, а в Октау будет все хорошо, из Октау вылетит самолет. Большое спасибо вам всем, к сожалению, наше время подошло. Вот все, кто планирует отправиться в путешествие этим летом, желаю приятного отдыха и хорошей дороги. Надеюсь, что ничто не сможет омрачить дни вашего отпуска в дороге.